Что? В смысле через 24 часа? Зьёдь, эта дверь тоже заблокирована. Бежим! Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов Ильичеве. Вот мы и снова в доме миллионера. Вы только посмотрите вокруг, посмотрите, друзья, сколько всего здесь интересного. Но один большой минус заключается в том, что здесь не хватает чего, стажер, а? Праздника. Да, ведь сейчас новогодние каникулы, но праздничного настроения нет. Посмотри на дом миллионера, он не украшен. Вот, совсем скоро Вадим Шлаг вернётся с каникул, и мы должны устроить ему сюрприз. Давайте, короче, мы украсим этот дом изнутри к празднику. Чё думаешь, Скряга? Скряга, он может украсить, у него есть украшения, и люди украшают. Сама Скряга мастер по украшениям. Вадим Шлаг нам дал разрешение, даст разрешение. Это же его дом, так что ничего противозаконного здесь нет. Черт, побери. Э, ты чё я снимаешь? Ты-то, ты-то один отдал меня послушать. Чё? А чё? Ну, трон чё? Что здесь не так? Где она пахнет? Мистика. Мистикой? Ну, вот здесь призраки или монстры есть. О, страшно. Вот. То есть, да, получается, когда эта лампа начинает загореться, загореться. Скряги, предчувствие. Какое предчувствие? Говорит, мистика здесь какая-то есть. Да, успокойся, ты, наверное, в чём? Я бы нам, слушай, я бы. Мы уже с разными запрели. Мы будем здесь разрешивать гриллянды, чтобы только гараж открылся. Сразу же, собственно, мы и удивили Вадима Шлага. Я думаю, нам не стоит сегодня здесь находиться. Всё, скряга, успокойся, подумаешь, сделаем людям... Чё, 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 началось, не погибаем? Чё, начинаем? Нет, мистика может быть, действительно. Что? Какая мистика? Ты кого слушаешь? Что с тобой не так? Я не очень никакой мистики. Что ты зашёл? Да. О, в смысле? Откуда? Держи её, держи её. Держи давай. Всё, блин. Я не знал, что у нас закрывается. Чё такое? Да подожди. Как я и говорил. Как стряга и говорил. А реально приходится расстрелывать кашу, подумай, ты заварил ли я? Просто дверь заклопнула, это нормально, такое бывает. И чё страшного, чё вы начинаете, ё-моё? Чё страшного, а мы это... Чё, джон, в данном-то помещении, в незнакомом месте. Всё здесь у нас знакомо, мы с Димом бывали здесь уже не раз. Вот в этом видеоролике, например, посмотрите. Там было весело, интересно, мы знаем, как устроено здесь всё. Всё, пойдёмте в дом и всё. Да, чё тут понять, собственно. Пойдёмте в дом. Может быть, может быть, он... Этот гараж, он, собственно, просто закрылся, но мы же можем найти другой выход, правильно? Эй, ну ладно? Здесь есть второй выход, он на кухне находится, это выход, ну, как сказать, чёрный выход, что ли, на... Ай, скорее, как самый беспрашный, ну, пойдём вперёд! Скорее! Выход! Бум! Чёрт! Брав! Давай, открывай, чё ты возьми! Эй, ручки! В смысле нет ручки? Чё ты делаешь, как? Отойди! Вот и всё, больше переживаешь. Чёрт! А, вот здесь открывашка есть, отлично. Чёрт! Эта дверь тоже заблокирована. Какие ещё есть варианты? Как покинуть дом миллионера? Мне жарко, давайте раздремимся и подумаем. Здесь ещё есть возможность выйти, обычно через второй этаж. Можно посмотреть там или через чердак, в любом случае нужно подняться. А мне, я тебе говорю, оператор, сразу тут дурна, предчувствие. Я, блядь, я нудро учу. Пойдём, пойдём. Тут кто-то есть, кроме нас. Мурашки по коже. Кто здесь может быть? Я тоже, я тоже согласен. Ты тоже? Да идём. Да ну, ребята, вас. Здесь всё нормально. Это же дом Вадима Шлафа. Здесь, конечно, много разной жути происходило. Ну, чёрт возьми, что сейчас может быть здесь не так? Наши задачи, наверное, осмотрим сначала чердак. Идёмте, ребят. Там, на чердаке, есть секретное помещение, где Вадим Шлаф спрятал свои секреты. Через него тоже можно выйти. Там вроде бы есть окно незапечатанное. Бежим, бежим! Что это? Стоять, Гага разберётся. Иди, разбирайся с ним. Давай. Давай тоже разберётся. Казай себе, я предчувствую плохую. Кто это был? Что было вообще? Я не знаю. Вы заметили, ребята? Вы заметили что-то странное? Или что это такое? На кого это было похоже? На что это было? Поставьте видео на паузу, напишите в комментариях, чтобы мы знали. Я самое интересное, отмечу сердечко в комментариях, кому отвечу лично. Ты видишь там что-то, Скляга? Ты не пойду туда. Скляга, ты там с кем разговариваешь, чёрт возьми? Так, пошли. Скляга, кто это? А? Скляга, я сейчас разговариваю. Кто мне это сейчас глядит? Пойди, не пойму. Скляга. А? Скляга, ты с кем говоришь-то? Кто заходил вверх? Кто здесь? Здесь никого нет. Он стоял тут. Кто? Кто? Да чёрт какой-то, откуда я знаю? Как он выглядел? Что? Мой самый худший опасение. Вдалец. Ты знаешь, кто это? Или что? Слушай, мне здесь не по себе. Давай, всё. Плевать на эти украшения. Пойдёмте звонить Вадиму Шулаку. Сейчас я наберу Вадима Шлака. Эй, чё? Чё надо набирать? Я на тебя никогда не отвечаю. Вадим Шлак. Потому что по-другому мы никак не отсюда не выйдем. Он нас откроет снаружи. Давай, давай, звони ему быстрее. Давай, звони. Алло. Алло, Вадим Шлак, привет. Чё тебе надо-то опять? Чё ты мне звонишь? Короче, такая ситуация, мы у тебя дома. Мы в доме миллионера. Какого чёрта ты там забыл? Как кто-то вообще попал. Чё вы там делаете вообще? Это не важно. Короче, мы хотели сделать для тебя сюрприз. Но дверь захлопнулась, и мы не можем отсюда выйти. И чё теперь? Мне нужно что-то спасти теперь, что ли? Чё? Приезжай скорее. Я в чувстве. Я плохой, а в чувстве, скажем. Я тоже был самым успешным. Чё? Не поеду. Что? В смысле через 24 часа? Я занят. Да какая разница, зачем ты занят? Приезжай. Только через 24 часа, говорит, отстань, говорит. Он не понимает, что у нас какая-то решательная происходит тут. Где стажёр? Где стажёр? Не знаю. Он спускался за скрагой. Там, он был с нами. Ясно. Я тебя из-за Вия. Из-за Вия. Я ловал в какую-то передрягу. Стажёр! А чё, и как всегда придётся самому всё разруливать. Стажёр! Да где-нибудь черти носил? Стажёр! Не надо мне быть последним. Слышишь? А? Сижу, разлиц. Опять этот проклятый чердак миллионера. Сюда, короче, вообще нельзя пригодить ни в коем случае. Стажёр! Эй! Эй! Что теперь делать? Нам нужно продержаться здесь как-то 24 часа. Только тогда Вадим Шлаг сможет сюда приехать и вызволить нас. Других вариантов нет. Точно нужно находиться не на чердаке. Пойдёмте отсюда. Эй! Давай-то подумай. Если мы здесь 24 часа, мы как здесь выживём? Ну, просто помрём с голодом. Так как? Экранер. Я обычно всегда с собой ношу ИРП, но сейчас со мной ничего нет. Ни машины, ни рюкзака. Я просто хотел украсить дом. Я не готовился к этому. А у дома, в доме миллионера разве может быть ИРП? Давай посмотрим. О, да здесь целая гора еды, я тебе так скажу. Мы можем... О! Неплохо. Паштет печёночный. Такое обычно кладётся в ИРП как раз. Самое важное проверить строггодность. Рядя, чтобы нас с тобой выжить, нужно следовать всегда принципу 3D. Оператор, ты знаешь, что за принцип 3D? Принцип трёх бездомных? Нет! Принцип 3D это дай другу долю. Поэтому нужно обязательно поделиться всегда с другом. Наверное. 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 Всё. Вот я поделился. Держи, атератор. Положи. Вкусно. Люблю паштеты. А я ненавижу паштеты, вы делают из печени. Это отстой. Нормально. Скряга. 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 Ты говорил, что у тебя какое-то предчувствие было. То, что ты знаком со всей этой фигнёй. То, что ты знаешь. То, что ты знаешь, кто это был на чердаке. Что это? Ну, если чё. Ну, если чё. Скряги знают всех. Скряги большие связи в Даркнен. И полусторонном мире. Хорошо. Кто? Кто это был? И где стажёр? Мы же его так и не нашли. Предположительно. Это. Обитающий здесь. Уже давным-давно я заметил это. Это существо это. Обитающий здесь. Гребен, так называемый. С кем я пытаюсь общаться вообще? Чё? Что происходит? А тебе он никого не напомнил, оператор? Не знаю. Мне кажется, его лицо знакомо. Мне кажется, будто бы раньше мы его видели где-то. Да и не раз. Блин, капец, так-то быстро стемнело, оператор. Всё, уже, по сути дела, ночь. Ну, чё, сейчас зима. Хотя я уже поздно, наверное. Спать так-то охотно. Я с этим монстром в одном доме спать не собираюсь. А куда скряг оделся? Говорит, потом полежу. Ты с ним говорил? Ну. Что это за звук? Ты слышишь? Да, осторожно. Вдруг это монстр. Это чё, скряга? Да. Подожди, уже с ним можно снять маску. Да. Чё, реально? Со всех скряг мы сняли маску. Кроме большого. Он тут развалился. Устроился как дом. Иди сюда. И встал. Сейчас мы узнаем, кто всё это время прятался. Куда ты снимаешь? Скряга? Скряга? Ты чё? Ты чё, уснул? Э? Подожди, Скряга, всё нормально. Чё ты тут начинаешь? Э? Ё-ка, я узнал, это получше я сглянья. Через мои славные точки. Ай, нехорошо, Вин. Ай, нехорошо. Ты зачем уснул-то? Мы же в доме, здесь не пойми, что происходит. Я приведу верясь своим близким. Ты, то ты меня уничтожить хочешь, то я твой близкий, ты уж и поделись. Скряга, мне здесь неуютно, если честно. Мы тут уже целый день проторчали. Что происходит вообще? Пойдём отсюда. Он, короче, спит на ходу. Нам надо самим как-то разбираться с этой ситуацией. Ты ничего не слышал? А? Ну, что-то показалось. Нам надо найти стажёра вообще-то. И чё, пойдём туда без кряги? А думаешь, от него есть толк? Ладно, чё-то я перехорабрился. Давай, иди. Чё? Куда? Наверх, ищи стажёра. Ну, пойду я туда. А чё ты не пойдёшь? Да, блин. А ты уже поздно, если честно, оператор. Мне спать ухода реально. Мне тоже ухода спать. Давай утром поищем стажёра. Только будем спать по очереди, чтобы мало ли чё. Кто там мог всех остальных разбудить? Нормальная идея? Ну, так-то да. Давай, пойдём. Есть план. Короче, будем спать все вместе вот на этом диване. Тут подушек и одежды, скряги больше, чем достаточно. Поэтому будем спать по очереди. Смотри, первый сплю я. Потом, то есть ты дежуришь. Понял? Угу. Ты чё, скряг? Скряг, я всегда готов. Короче, я сплю, ты дежуришь. Потом. Потом. Я сплю. Мы с тобой спим, я сплю, и ты спишь. Скряга дежурит. Угу. А потом ты снова дежуришь. Нет, потом я сплю, и ты дежуришь. Нет. Да. Нет. Да. Давай, короче, всё. Начинаем. Капец. Меня Ви опять обмануть хотела. Говорит, дежурить не буду. Я тут посмотрю пока. Главное не спать. Очень хочется спать, ребят. Вообще жесть. Вот. Буду снижать, говорю. Чё? Я чё-то слышал. Ну? Сейчас, если честно, даже у меня какое-то странное предчувствие. Ну, конечно. Скляня. А? Твоя очередь дежурить. Угу. А, Скляня сейчас наведёт порядок в этом забытом богом доме. Давай, я уже тут долго дежуриру. Да? Я долго дежуриру, твоя очередь. Я спать. Ясно. Так. Скляня дежурим. И сейчас надо как-то нам подойти. Светарь. Да. 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 Ха. Понятно, короче. Походу я один сегодня дежурю. О. Видели, чё-то пролетело? Ой, или глюки у меня уже. Фуф. Понялся? А? Это, ты понимаешь, комплект. Эй, посмотрите. Глюра принёс. Что? А ладно. Он ничего не помнит. Он ничего не помнит. Чё, блин, нашло? Что тут расходит? Ааа, вспоминай! Вспоминай! Я не помню, чё было вчера. Как я тут вообще оказался? Чё тут расходит? Сколько время? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, я уже час дня, бе! Ааа. Я говорю, сейчас целовать, что я съел пару быков. Так у нас здесь метки дырные, что задумывал. Мы вчера съели весь паштет. Тогда мне придётся съесть тебя, оператор. Ну, почему не стажёра? Стажёра и так жизнь помотала сегодня. Сырежа, где ты нашёл стажёра? Я вообще не понимаю. Стажёра, ты где пропадал? Мы тебя вчера всю ночь звали. Да я не помню, где я был. Я с вами помню, было всё. Больше я ничего не помню. Сейчас я опять с вами. Ты что же вообще делал, что ли? Вспоминай! В смысле, не помню? Вспоминай! Там был монстр. Там был призрак какой-то. Я ничего не помню этого. Предчувствие есть сейчас какое-то? Чувствие. Место нечистое. Это я одно скажу. А вдруг стажёра прокляли? И теперь он проклят. Здесь происходят какие-то странные вещи. Осталось немного ещё подождать. И приеду в один шлаг, чтобы нас отсюда вызвали. Сколько осталось? Пару часов. Я не готов находиться здесь ещё. Больше полчаса. Страшно. Ну, а что ты хотел показать? Я не хотел показать. А ты мне скажи, какие двери проверял, когда я искал выход из дома? Всё, всё снято. Это переднюю дверь, гаражную дверь. Да? Чердак мы ещё проверили. А эту проверял? Эту нет. Да, она всегда, да, наверное, закрыта? Конечно, она всегда закрыта. Да. Да, я дурачок. Я всегда говорил, что видят дурачок. Но я забыл про эту дверь. А почему ты меня не напомнил про неё вчера? Так раз мы заколубим. Из-за тебя мы чуть не потерялись, стажера. Я вообще до сих пор не понял, что происходило в этом доме. Мы были вынуждены здесь тусить 24 часа. Но что это всё было? Может быть, это было всё не просто так? Как думаешь? Может быть, у нас есть теперь какие-то уникальные кадры? На которых запечатлён дух, призрак? Или кто это был? Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, к чему это всё? Надо позвонить Вадиму Шлаку, сказать, чтобы не ехал. Или пусть едет, мы ему всё это расскажем. И, возможно, этот видеоролик перерастёт в какое-то большее, более необыкновенное или странное расследование. Напишите ваши версии в комментариях. Поставьте лайк под этим видеороликом. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну а с вами был я, Вячеслав Исмаилов. Или Живия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.